Здоровье это еще не все, а все без здоровья ничто, поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Высокий уровень современной медицины позволяет сохранять беременность с серьезными патологиями и выхаживать младенцев, у которых минимальные шансы выжить. Если еще 10 лет назад в таких случаях доктора рекомендовали кому-то проживать беременность, то сейчас медики берутся за наиболее сложные случаи и тем самым спасают жизни новорожденных. Готовясь к предстоящему событию, будущие мамы и папы, конечно же, выбирают клинику, где родится их малыш. Что такое перинатальный центр, знает не каждый. Вопрос-то серьезный, так как и событие предстоит крайне ответственное, поэтому давайте сегодня будем разбираться. В нашей студии специалисты перинатального центра Самарской клинической больницы Середавина. Это Елена Михеева, заведующая палатой патологии перинатального центра. Здравствуйте. Елена Мишина, заведующая отделением анестезиологии и реанимации, а также главный внештатный анестезиолог и реаниматолог в акушерстве и гинекологии Минздрава Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. И Елена Тюрина, заведующая отделением патологии новорожденных перинатального центра. Добрый день. Вопрос самый главный у меня к вам один. Для того, чтобы стать заведующей какого-то из отделений перинатального центра, нужно обязательно называться Еленой, видимо, да? Три Елены сегодня у нас в студии. Такое приятное совпадение. Ну, на самом деле, это шутка, конечно. Скажите, пожалуйста, от чего зависит благополучие родов? Благополучие родов зависит от многих факторов. Это от своевременного наблюдения беременной, от раннего взятия на учет, от долги стационной подготовки беременной, обследования во время беременности, о контакте с врачом женской консультации, потому что это, в общем-то, беременность наблюдается вся у врача женской консультации, и от квалификации врача женской консультации зависит, как будет обследовано беременная, как будет проходить обследование по тем группам риска, как выявлена группа риска, какой она к группе риска относится беременной, и своевременность проведения при необходимости консультации каких-то смежных специалистов. Не секрет, что сейчас очень много беременных, тех, которые относятся к группе высокого риска, и беременность, которая раньше была противопоказана. Сейчас эти беременные с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями, к которым относятся, например, сахарный диабет, тяжелая форма, бронхиальная астма, или заболевания крови тяжелой формы, они рожают. И от того, как они наблюдаются, вовремя диагностируются осложнения, решается вопрос о своевременности, возможны, может быть, госпитализации, родоразрешения и сроках родоразрешения. Это все зависит от врача женской консультации. Скажите, пожалуйста, за эти годы что изменилось главным образом? Понятно, что новое красивое здание, да, там другие какие-то возможности, наверное, и комфорта, но ведь не только это очевидно. Конечно, не только это. Но дело в том, что мы, скорее всего, не переехали, а освоили еще дополнительную территорию, дополнительные мощности. Поэтому, конечно же, работа складывается и в обоих корпусах, и во вновь открывшемся том числе. Конечно же, во вновь открывшемся корпусе все усилия направлены на то, что на самом деле помочь родить тем женщинам, которые очень хотят иметь детей, но раньше не могли себе этого позволить, это уже неоднократно мы сегодня говорили, но это есть такие возможности. Ну, строится это и, конечно же, на глубоких знаниях, на специалистах, потому что, как вы слышали, работаем все очень длительное число времени. Я конкретно в перинатальном центре уже 19 лет, то есть срок немалый. И специалисты, которые были выращены мы, и продолжаем работать, растут новые специалисты, то есть кадры, прежде всего, знающие, которые стремятся к тому, чтобы что-то новое узнать. Это же очень важно, когда люди приходят работать, а приходят к нам действительно только фанаты своего дела, остаются, вернее, работать в нашем коллективе. Поэтому очень многое от этого зависит. Конечно же, неописуемое, ну, вот я как анестезиолог-реаниматолог не могу не отметить, что просто потрясающая аппаратура, которая необходима именно для того, чтобы обеспечить наркоз, обеспечить какие-то реанимационные мероприятия, обеспечить контроль за жизненными функциями у женщины. Ну, то есть у нас есть все абсолютно, все то, что должно быть по всем современным мировым стандартам и канонам. Поэтому работать одно удовольствие, но это, конечно, накладывает большую ответственность. Это вы, надеюсь, все понимаете, и наши зрители тоже. Поэтому вы споткнулись на слове одно удовольствие, не одно, наверное, но еще действительно огромная ответственность. Я пыталась найти в интернете статистику вообще количества патологий беременных в России, скажем так. Но, честно говоря, как-то вот все дает очень узко, и в целом я себе не могла картину представить. Но у многих создается ощущение, что сегодня больше, на самом деле, патологических беременностей и сложных родов, нежели нормальных. Это ошибочно им так кажется? Ну, это вопрос к кушер-гинекологу. Я думаю, что это не ошибочно. Конечно, есть процент нормальных беременностей, нормальных родов и безотягощенных анамнезов. Но, учитывая, что сейчас мы очень много обследуем беременных, появились новые методики. И если были, например, синдромы потери беременности, то есть женщина не могла родить, а беременность наступала, то проводится обследование у гематологов, которые выявляют какую-то патологию, и беременность сохраняется, потому что проводится коррекция. Проводится обследование у эндокринологов, у других специалистов. И поэтому, конечно, и, как мы уже говорили, те беременные, которые вынашивают беременность с тяжелой патологией, раньше они и думать об этом не могли. Потом сейчас широко распространяются, если тема раньше бесплодного рака звучала просто как факт, то сейчас, учитывая широкое развитие вспомогательных репродуктивных технологий, то, конечно, у нас появились индуцированные беременности, индуцированные роды. И женщины вынашивают беременности особенно, как бы настороженно мы к ним относимся, и у них возникают осложнения в плане, ну, различные в плане, может быть, угрозы прерывания беременности при жительственных родов. Поэтому, конечно, у них возникает необходимость стационарного лечения, наблюдения. И это в целом производит впечатление, что беременность как бы много, беременных больше с патологическими беременностями, конечно. Но это из-за того, что очень медицина шагнула вперед. Если раньше мы не разрешали беременеть таким женщинам, то сейчас у нас вот в нашем центре даже были роды уже, как факт случившиеся, с трансплантированными органами. Такого раньше не было никогда. Имейте в виду мамы? Да, мамы. У нас были беременные с трансплантацией, после трансплантации печени, двое случаев. И у нас было после трансплантации почек. Раньше эти роды как бы вообще были под запретом. Вот. И беременные после родов родильницы чувствовали себя хорошо. И они, и дети. Ну, это, конечно, совместное ведение с анестезиологами, ревоматологами, ноонатологами. Это работа команды. Эти роды очень сложные. Роды. И мы, из-за того, что перинатальный центр имеет хорошее, ну, то есть очень хорошее оборудование, высоко классное, мы организовывали телемост, например, с Москвой, с федеральными центрами. И согласовывали способ родоразрешения данных женщин. Вот. И не направляли их, например, в федеральные центры, не в ущерб этим беременным. А здесь согласовывали все, и их родоразрешали. Что, конечно, территориально женщинам удобнее, потому что, ну, из дома ему уезжать тоже трудно. Хотя они, конечно, готовы к тому, потому что беременности вынашивают они ради того, чтобы получить ребенка и сохранить собственное здоровье, прежде всего. Ну, вот так. Вот мы с вами перед эфиром разговаривали о том, что вы представляете здесь три такие, скажем, ветви процесса беременности родов и послеродового периода. Сначала отслеживает женщин Елена Михайловна, потом они в некоторой роде попадают в руки Елены Анатольевны, и уже малышами занимается Елена Евгеньевна. Но вы мне сказали, что я не права, что все это ваше взаимодействие поэтапно, что оно начинается с самого начала. А как, в какой точке вы пересекаете, как вы взаимодействуете? С момента поступления беременной в стационар вот такой. Если поступает сложная беременная, то я, например, сразу сообщаю следующим доктором... Как только переступила порог. Как только переступила порог. Что у нас поступила женщина, которая, может быть, будет анестезиологическое пособие с тяжелой, она, например, экстрагенитальной патологией. Я сразу говорю, что у нас есть такая-такая-то. И анестезиологи приходят, с ней знакомятся. Если вопрос решается, может быть, решаться о гемотрансфузе, то приходит трансфузиолог. У нас это очень все как бы поставлено на должный уровень. И, конечно, мы уже знаем о том, что не только мы, а анестезиологи-реаниматологи знают о том, что есть такая беременная. Потому что роды могут случиться... Это же процесс сложный, да? Он может случиться в любое время. И мы, к сожалению, не все можем программировать. Поэтому, чтобы были готовы, они нам еще добавляют какие-то, может быть, анализы, что-то. То есть мы вместе обсуждаем данную категорию женщин, собираем консилиум и решаем вопрос о способе родоразрешения, об анестезиологическом пособии и так далее. А если поступают беременные, где мы ожидаем рождения тяжелого ребенка, то мы сообщаем неонатологам об этом всегда. То есть отделению реанимации, например, детской службы. И говорим, что мы ожидаем рождения проблемного ребенка. Ну а вы знакомитесь тоже с мамой еще до родов, получается, и в таких ситуациях? Конечно. Вообще суть как раз перинатального центра, который открылся в 2016 году, это то, что при родильном доме существует, появилось наше новое отделение. То есть это как бы добавочное отделение к родильному дому. То отделение, где выхаживаются детки с экстремально низкой массой тела, с низкой массой тела, с какой-то перинатальной патологией. То есть если до этого из роддома дети переводились в соседнее здание, в детскую больницу, то сейчас они выхаживаются здесь же, на другом такой этаже. И поэтому у мамы появилась возможность не разлучаться с малышкой ни на минуту. То есть они также поднимаются с третьего этажа после родового отделения. В отделении реанимации, кормят детишек молочком, приходят к нам в отделение. А уже после выписки они круглосуточно находятся с детьми. Именно столько, сколько нужно. Наши маленькие дети, рожденные от 500 граммов больше и более, иногда пребывают у нас в отделении 3-4 месяца, и все это время находятся постоянно мамы. Давайте мы сейчас вместе с нашими зрителями посмотрим сюжет, который мы снимали в вашем центре. Событие было довольно приятное. Рождение тройни. Многодетным отцом Артем Афанасьев становиться не планировал. Когда первая дочь подросла, решили с супругой, что нужен мальчик. Как загадали, так и вышло. Только в подарок сыну родились еще девочки-двойняшки. Прошло уже два месяца, а счастливый папа так и не опомнился от шока. Брал пока мальчика. Пока девчонок боюсь, они сейчас тогда маленькие очень будут. И переживаю, но освоюсь. А мальчик покрупнее? Мальчик покрупнее, самый большой сын. Малыши родились с маленьким весом, последняя девочка меньше килограмма. Почти два месяца их выхоживали специалисты перинатального центра. Сначала в детской реанимации, затем в отделении патологии новорожденных. Возле кювет с детьми круглосуточно дежурили специалисты. Трое не появляются на свет не так уж часто. В прошлом году было всего два случая. Выписка о Афанасьевах стала праздником для всего персонала. Выписать таких детей, а вес у них уже 2-3 килограмма, это труд огромного нашего коллектива. Это огромное число людей участвовали в этом процессе. Вот рядом со мной стоит заведующая отделением патологии новорожденных, которая узнает этих детей так же, как мама. Она знает, где Яна, где Лера и где Андрюша. Потому что каждый день она сталкивалась с ними и все-все-все про них знает. Руки медицинской сестры выполняют привычные движения. Таких бантов Светлана Горшкова завязала уже немало. Провожает детей домой каждый раз с радостью и грустью одновременно. Привыкаешь, прикипаешь к ним, как к своим. Очень тяжело распрощаться с ними. Но потом мамочки находят в соцсетях, присылают фотографии, пишут о дальнейшей судьбе, грозятся прийти в гости всей большой компании. Пока медики прощались с семьей Афанасьевых, их коллеги принимали роды еще одной тройни. А за здоровьем Яны, Леры и Андрея врачи больницы Середавина будут пристально наблюдать еще в течение года. А вообще за полгода этого года через наше отделение прошло 57 только двоен. То есть это детки, конечно, которые развивались внутриутробно, с определенными сложностями наблюдались долго, акушер-гинеколог, и, как правило, находились в палате патологии, а потом выхаживались у нас. И все наши детки, которые рождены с весом до полутора килограмм, в дальнейшем наблюдаются в кабинете Катамнеза. То есть у нас существует так называемая трехэтапная система выхаживания наших маленьких деток. Это сначала отделение реанимации, где им дают, так сказать, жизнь. Затем второй этап наше отделение, это когда детки восстанавливаются после своих проблем и стремятся домой уже в более-менее удовлетворительном состоянии. Третий этап – это кабинет Катамнеза, где детки уже дальше наблюдаются, реабилитируются, приходя из дома. Я нашла в интернете, существует такая со-специальная группа женщин, которые рожали в перинатальном центре у вас. А, есть. И увидела, что женщины там обсуждают наркоз. Ну, на дилетантском уровне, наверное, как мы все, не обладая знаниями, насколько вообще многовариантный вот этот процесс, Елена Анатольевна, и как решить, в какую пользу сделать выбор, и что от этого зависит. Не всегда, ведь не в каждых родах же правильно применяется наркоз. Нет, не в каждых родах. Ну, разделим роды могут быть как естественным путем, и так путем операции кесарево-сечения. Конечно же, операция кесарево-сечения в 100% случаев – это обезболивание. То есть анестезиологическое пособие присутствует в той или иной форме. Чаще всего в наших стенах проводится спинальная анестезия, так называемая. То есть укол делается. Очень ее все боятся. Боятся. Но уходят довольными, по крайней мере. Не знаю, может быть, я как бы не читаю, не знаю эти отзывы. Но, по крайней мере, каждое утро на обходе спрашиваю у женщин, что страшно было. Кому-то страшно, кто-то уже не в первый раз. У кого-то в предыдущих родах был общий анестезия, общий наркоз. Ну, как бы довольно уходят. Если какие-то нюансы возникают, но они возникают при любой анестезии, конечно. Но боятся. Потому что неизвестно со спины что-то доктор делает. И как бы понятие еще бытует, к сожалению, ну, так скажем, у наших жителей. О том, что, ну, как это так, что-то в спину, вот, а вдруг обездвину, жусь. А будут ли потом двигаться ноги, конечно, страшно. Да, что-то проблемы, конечно, страшно. Но могу успокоить вас все, дорогие наши женщины, для того, чтобы у вас не было осложнений никаких. У нас для этого имеется все необходимое. Это, во-первых, современнейшие расходные материалы, иголочки. Только те используем, которые разрешены при применении у детей. То есть самые тоненькие. И лекарства, которые мы применяем для этой спинальной анестезии, мы применяем современнейшие. То есть лучше не бывает. Другого, по крайней мере, мы еще пока не знаем и не придумали. Это первый момент. Это что касается кесарево-сечения. В редких случаях, когда нельзя провести спинальную анестезию, а спинальная анестезия, конечно же, наиболее благоприятна для ребенка. Даже для самого маловесного, для страдающего внутриутробно. Это самый лучший вариант, потому что минимальная нагрузка медикаментами. И улучшаются именно кровотоки, кровоснабжение, пока вот эта анестезия действует, именно в плаценте. Поэтому это вот приветствуется, в том числе и акушерами, и гинекологами сейчас. Общие анестезии проводят при кесарево-сечении крайне редко. Мы только в тех случаях, когда противопоказана спинальная анестезия. Ну и в тех случаях, когда женщина отказывается и просто боится и отказывается. Не потому что вы злые гестапо, а потому что в пользу ребенка решает доктор. И в пользу ребенка, и в пользу мамы, конечно. И в сотни раз превышает частота осложнений при общей анестезии, чем при анестезии именно спинальной анестезии. Это вот по кесарево-сечению. Но по обезболиванию самопроизвольных родов до 36 недель мы все преждевременные роды обезболиваем путем проведения передуральной анестезии. Тоже современнейшими препаратами, которые влияют именно только на, убирают болевой аспект, а не мешают женщине тужиться, не мешают ей двигаться. То есть у нас наши женщины во время схваточек двигаются, помогают акушерам-гинекологам во время поток, тужатся сами. Ну, как бы вот в таком плане. Но все роды, практически все роды, которые происходят в нашем перинатальном центре, в обоих корпусах проводятся, они у нас ведутся совместно анестезиологам-реаниматологам и акушерам-гинекологам. Даже наоборот, акушерам-гинекологам, естественно, и анестезиологам-реаниматологам. Но это не столь важно, а важен факт того, что роды любые, кесарево-сечения и самопроизвольные роды, в родовой присутствует акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и врач-нанотолог. И, если это необходимо, и реаниматолог-неанатолог. То есть большая командная работа, конечно, налицо, и она дает свои результаты. О результатах. Какого самого маленького, с каким самым маленьким весом малыша выходили вы в отделение? Ну, вот в нашем уже новом перинатальном центре самый маленький вес был 650 грамм. То есть это ребенок, который пролежал у нас достаточно длительное время и выписался домой. И сейчас он наблюдается уже, как я говорила, в кабинете Катамис. Елена Евгеньевна, а от чего все-таки зависит эффективность, скажем так, выхаживания малыша? Вы знаете, наше желание, чтобы все детки были здоровы и, уходя от нас, все были в замечательном самочувствии. А результат этой работы зависит от многих факторов, начиная от первого дня, наверное, беременности. От того, как мама, опять же, проходила прегистационную подготовку, как протекала у нее беременность, какие у нее проблемы у самой мамы. А дальше, потому что любая мамина проблема, конечно, накладывает отпечаток на здоровье малыша. И отсюда уже срок гистации играет великую роль, насколько созрел ребенок к моменту рождения. Ну, приблизительно каждый пятый ребенок, рожденный в перинатальном центре, проходит через наше отделение. Почему так много? Можно объяснить тем, что, конечно, перинатальный центр концентрирует рождение именно проблемных деток. Потому что родоразрешение идет максимально проблемных деток именно в перинатальном центре. Со всей своей патологией все многоплодные беременности разрешаются в перинатальном центре. И поэтому процент проблемных деток у нас, конечно, тоже высокий. Я видела кюветы, в которых лежат недоношенные дети. Это что-то такое вообще запредельное, какой-то космический корабль, действительно. Но, наверное, ни один корабль не полетит, да, без хороших специалистов. Я так понимаю, что за этими малышами просто ежесекундный контроль. Конечно. Постоянные контроли врачей и среднего медперсонала. И, опять же, командная работа нашего отделения второго этапа выхаживания и реанимации новорожденных. Если возникает какая-то проблема, в которой нуждается помощь на анатолого-реаниматолога, то они всегда у нас рядышком. У нас шикарные операционные. За первые полугодия этого года у нас было проведено уже две операции совместно. Одна совместно с детскими хирургами, другая совместно с кардиохирургами. Ну, детки с хорошим результатом выписаны домой. То есть возможности нашего перинатального центра очень большие. У нас действительно замечательное оборудование. И поэтому шансы на выхаживание, на хорошие результаты довольно высокие. Ну, последний, наверное, на сегодня вопрос. Рожать у вас есть очень-очень много желающих. И поэтому все друг друга спрашивают, а как попасть вообще, кто рожает у вас? Наш перинатальный центр, оба корпуса, они являются перинатальным центром. Мы существует маршрутизация оказания медицинской помощи беременным. И у нас, мы нацелены на то, чтобы у нас рожала высокая и умеренная группа риска. Поэтому все врачи женских консультаций знают эту группу риска. Существуют приказы определенные по маршрутизации. И мы, как бы, все это везде известно. Но, если есть у нас места в роддоме, да, то, конечно, в родах женщины или какая-то экстренная ситуация, мы, конечно, принимаем на роды. То есть мы не можем, если женщина приехала в родах, конечно, мы примем ее. Если у нас есть какая-то экстренная помощь, ей нужно оказать, конечно, мы ее принимаем. Не взираем внимания на маршрутизацию и так далее. Потому что роды, процесс экстренный, и всегда помощь будет оказана. А плановая госпитализация, это надо, в общем-то, быть беременным высокой и умеренной группой риска. Ну, я услышала, что если уж прямо очень сильно хочется, нужно дождаться схваток и ехать к вам. А на чем еще туда? Вот. Ну, просто у нас количество родов, я хочу сказать, все, кто хочет рожать, я думаю, все равно могут родить в нашем роддоме. По той причине, что, например, до прошлого года у нас было 3000 родов за год. На сегодняшний момент уже около 3000 родов за половину года. То есть мы, конечно, вдвое увеличили практически коечную мощность, и я думаю, что можем оказать квалифицированную медицинскую помощь. Вот. И просто еще хочу сказать, что из районов области мы сейчас на себя концентрируем высокую группу риска беременных для того, чтобы помощь оказана была близко здесь у нас, в перинатальном центре, для того, чтобы не выезжали наши специалисты санитарной авиации для оказания экстренной помощи. Что крайне нежелательно при, например, рождении недоношенным ребенка или беременной с тяжелой патологией. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Успехов в вашем таком благородном деле. Вот. Это как раз та ситуация, когда слово не звучит пафосно. Спасибо вам огромное. Кто-то из великих сказал, что первый крик младенца – это гимн матери. Своевременная и правильная диагностика, необходимые обследования, анализы, контроль и постоянное наблюдение врачей сослужат хорошую службу и позволят избежать множества проблем. И тогда вы обязательно услышите этот гимн. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»